Данные по уборке урожая из регионов завышены. На это признали сегодня в Метельхозе. Тему затянувшейся страды сегодня обсуждали на селекторном совещании с участием главы ведомства и руководителей областей. По словам Ассалжана Мамыбекова, оперативная информация космического мониторинга отличается от рапортуемой Акиматами до 10%. Глава Союза фермеров Казахстана предлагает в тех областях, где не успевают убрать будущий хлеб, объявить чрезвычайную ситуацию. Тогда аграрии смогут претендовать на помощь от правительства. Почему сегодня, допустим, область не может объявить чрезвычайную ситуацию? По закону, если у него в трех районах тяжелые положения, он имеет право. Если два области положения тяжелые, это вот Кустанайцы сейчас 4-5 областей по семенам тяжелые, уборка тяжелой еще не убрали, там 50-60% по североказахстанской области, тоже подпадает под закон по республике. Пример может объявить чрезвычайную ситуацию. Вот те, которые всего 30% убрали, 70%, вы сейчас в долгах, как в шелках, вы сейчас сами просите пролонгировать. И вот надо вот эти долги, допустим, сегодня просить пролонгировать на уровне примера. Да, год небывалый. Корифеи, говорят, было подобное в 87-м году. Это ничья вина. Это природные такие катаклизмы. Но уборка идет. Вот сейчас установилась погода, морозы как раз нужны были, определенная влага ушла, комбайны могут заходить. Если не возить комбайны с юга на север, то, по крайней мере, надо везти механизаторов. Многие вещи компенсируются ценой. Такой цены во время уборки никогда Казахстан не видел. Чтобы 42 тысячи тенге, когда уборка еще не завершилась, уже была за тонну зерна, такого никогда в истории не было. Обсудили на совещании вопрос засыпки семян под урожай 2015 года. Для будущего посева планируется сохранить 2 миллиона 450 тысяч тонн. 2 миллиона из них зерновые.